В совещании по поддержке сельского хозяйства Владимир Путин начал с хороших новостей. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, а кроме этого еще и входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций, заявил президент. Российский АПК набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста. Так сбор зерновых в России 6 лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай. Президент отметил, что российские компании добились впечатляющих результатов по производству мяса, птиц, растительных масел и сахара. И теперь надо развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины и молока. Что касается ситуации с коронавирусом, то Путин привел мнение экспертов, что эпидемия сказалась на сельскохозяйственной отрасли в меньшей степени. Однако предупредил, что и в ней могут наблюдаться снижение доходов и рост издержек. По мнению главы государства, важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки и отечественных разработок в области селекции, генетики и биотехнологии. Прежде всего речь идет об импортозамещении семян и кормовых добавок. Знаю, что здесь были в последние несколько месяцев определенные сложности. Надеюсь, что они уже преодолены. Не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами. Подчеркну, это не только прикладная задача для науки и бизнеса, но и ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны. Свою лепту в продовольственную безопасность страны вносит и Карачаева Черкесия. Селекционно-семеноводческий центр «Хаммер» уже несколько лет успешно производит отечественные семена, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, а по цене в разы дешевле. Республиканские аграрии также успешно разводят и племенной скот, поголовье которого постоянно увеличивается. Эрнест Чуков, Архиз, 24.